На минувшей неделе из отпуска вышел только Ульяновский автозавод, однако новости об отечественном автопроме сыпались одна за другой. Скажем, АвтоВАЗ отправил дилерам дорогущую Ниву Бронта, но при этом решил здорово экономить на Вестах. Вышеупомянутый УАЗ выкатил метановые вариации Патриота и Пикапа, а его чешские партнеры перевели древний Хантер на электротягу. Кстати, сам завод, оказывается, чуть ли не продали за 1 рубль. Это еще одна сенсация прошедшей семидневки. Тем временем Минпромторг свернул программу льготных автокредитов, но пообещал грандиозные скидки на электромобили российского производства, которых пока нет. Ну и, конечно, грузовая тема, где голландский DAF поразился фантастическому спросу на новое поколение своих грузовиков. Начнем по порядку. В 2016 году ульяновский автозавод пообещал выпустить экономичную метановую версию своего Патриота. Правда, от обещания до реализации прошло даже не 3 хрестоматийных года, а целых 5. Новинка может потреблять и бензин, и метан. Однако отдачу двигателя на газомоторном топливе ульяновцы по непонятной причине замолчали. Также представители автозавода поленились сфотографировать убранство багажника, хотя это очень и очень важно. И вот почему. Два огромных 80-литровых баллона уложены аккурат посреди багажного отделения, а значит, было бы интересно взглянуть, сколько литров осталось от огромного патриотовского трюма. У пикапа, которому также перепало газовое исполнение, баллоны скромнее, по 50 литров, а установлены ёмкости позади стенки кабины. К слову, для обеих моделей можно дозаказать третий газгольдер на 50 литров. Из-за обилия импортных компонентов и патриот, и пикап вышли очень дорогими, на 300 тысяч рублей дороже чисто бензиновых. Так что окупить разницу будет трудно, хотя обещано, что метан снижает затраты на эксплуатацию примерно втрое. Автоваз снижает свои затраты. Уже скоро базовые версии Весты избавятся от потолочных ручек со стороны переднего пассажира, а вместо тканевых вставок на дверных панелях появятся более дешёвые пластиковые. Кроме того, с правого переднего сидения исчезнет датчик присутствия, а у универсалов двойной пол и фирменный органайзер багажника станут достоянием лишь топовых исполнений. Такая вот экономия. И продолжая тему родного автопрома. Этой весной состоялось обновление Kia Cerato, которое принесло модели другие бамперы и решётку, а также новые фонари и фары. А ещё именно Cerato первым примерил новую эмблему марки Kia. Дорогим версиям достались большие экраны мультимедийной системы и панели приборов. Оба диагональю 10 с четвертью дюйма. Кроме того, в список оснащения вошли доработанный набор систем помощи водителю плюс фирменная телематика. Причём здесь российский автопром, спросите вы. А при том, что новинка только что встала на конвейер калининградского автотора со сваркой и окраской кузовов. В продаже рестайлинговые Kia Cerato появятся осенью, поэтому цены будут объявлены позже. Как уже было сказано, АвтоВАЗ отдыхает на длинных летних каникулах, но его дилеры поспешили раскрыть цены бескомпромиссной Нивы Бронта. Напомним предысторию этого проекта. В 2017 году марка Лада вывела злой внедорожник под названием 4х4 Бронта. Он отличался грязевыми колёсами, увеличенным клиренсом, усиленной трансмиссией и некоторыми другими доработками. В начале прошлого года исходный внедорожник пережил обновление, после чего исполнение Бронта внезапно исчезло из гаммы. Но теперь дилеры Лады встретили самую внедорожную версию сызного. Цены трудно назвать демократичными. С обычным кондиционером и подогревом сидений такая Нива стоит под 900 тысяч рублей, а с оригинальным обвесом, без малого, миллион. Вот такая доплата за оригинальность и всепролазность. И снова об отечественных вездеходах. Чешская фирма MW Motors начала торговать электрическими хантерами. Демонтировав бензиновый атмосферник, чехи внедряют электрический мотор и блок аккумуляторов. Сообщается, что геометрическая проходимость и полный привод остаются прежними, а отличить электрическую версию от обычного хантера можно лишь по оригинальной решетке радиатора с вертикальным, а не горизонтальным рисунком. Запас хода на одном заряде батареи составляет вполне достаточные 150 километров. Притом клиент может выбрать аккумуляторы емкости от 56 до 90 киловатт-часов. Купить забавную новинку смогут жители Евросоюза и Великобритании. Правда, обойдется вольтамперный УАЗик недешево. Стоимость Спартана, как доработчики назвали модель, составляет 40 тысяч евро. Это на секундочку 3,5 миллиона рублей. В продаже есть вариации и с левым, и с правым рулем. Что касается самого УАЗа, то портал Дром опубликовал сенсационную информацию. Оказывается, совсем недавно материнская компания Солерс пыталась продать Ульяновский автозавод администрации Ульяновской области за символический 1 рубль. Но сделка не состоялась. Кроме того, издание сообщает, что группа Солерс прикрыла подразделение Солерс Инжиниринг, куда входили 4 региональных офиса в Москве, Тольятти, Ульяновске и Заволжье. Остался только один филиал на Заволжском моторном заводе. Все это значит, что УАЗ продолжит выпускать нынешние модели. А перспектива появления новинок не просто туманна, а фактически отсутствует. Если, конечно, не случится какое-нибудь чудо. Следующая новость этого выпуска будет со знаком минус. Минпромторг не видит смысла перезапускать программы льготного кредитования автомобилей. Что, в принципе, логично. На перегретом рынке продление субсидий лишь спровоцировало бы лишний ажиотаж. В начале года из бюджета было выделено 9 миллиардов рублей, которых хватило лишь до апреля. Правительство выкроило дополнительные 5 миллиардов, но Минпромторг посчитал, что льготные кредиты россиянам сейчас не требуются. Зато упомянутый Минпромторг при поддержке Минэкономразвития пообещал россиянам грандиозные скидки на электромобили, но только российского производства. Понятно, что таковых сейчас просто нет, однако, видимо, должны появиться. Максимальный размер дисконта для покупателей аккумуляторного транспорта составит 25%. В денежном выражении выгода будет достигать 625 тысяч рублей при расчетной стоимости автомобиля на уровне 2,5 миллионов. По замыслу чиновников, до конца 2023 года программа будет распространяться на покупку машин крупноузловой сборки, в том числе с применением аккумулятора иностранного происхождения. С 2024 по 2025 годы поддержку получат машины, собранные по полному циклу со сваркой окраской кузовов или с отечественной батареей. С 2026 лишь российские электромобили, оснащенные местной АКБ. Параллельно власти займутся развитием инфраструктуры. В ближайшие годы планируется построить и ввести примерно 3000 быстрых зарядных станций, а до конца десятилетия их число вырастет до 27 тысяч. Первым легковым электромобилем российского производства, если не вспоминать мелкосерийные ВАЗовские и Лады, вполне может стать Тольяттинская Зетта. Напомним, что субкомпактный двухместный хэтчбэк разработала одноименная компания, что не смогла запустить серийный выпуск моделей из-за недостатка финансирования. Но теперь ситуация, похоже, улучшилась. Во всяком случае, об оживлении проекта заявил аж глава Минпромторга Денис Мантуров. Напомним, что машинка имеет каркасно-панельную конструкцию кузова, несущая система сваренной из стальных труб, а внешние панели отформованы из стеклопластика. Производитель обещал, что новинка может стоить около полумиллиона рублей. А реальный ценник мы узнаем через несколько месяцев, когда состоится запуск производства. Примерно полгода назад на дорогах Москвы появились камеры, способные распознавать непристегнутый ремень безопасности, а также разговор по телефону. И с начала этого года комплексы фиксаций нарушений выписали больше 56 тысяч постановлений. Теперь этим функционалом заинтересовались и в регионах. Во всяком случае, в Республике Татарстан и Тамбовской области камеры также обучились выискивать тех, кто игнорирует ремни безопасности. При этом МВД считает, что практику оформления штрафов за ремень и за телефон силами большого брата полезно распространить по всей стране. Но финальное решение должно оставаться за региональными властями. В свою очередь, производители камер готовы сделать так, чтобы комплексы распознавали выключенный ближний свет и ходовые огни. За это сейчас, напомним, полагается 500 рублей штрафа, на который вдобавок распространяется 50% скидка. Также вполне реально наказывать водителей за несоблюдение дистанции. В теории, за этот проступок нынче штрафуют на 1500 рублей. Комплекс может оценивать, что водитель едет слишком близко и быстро. Теперь обсудим рыночные новинки. В российском офисе Тойоты, продвигая пикап Хайлакс, придерживались простой парадигмы. Бензиновым атмосферником оснащалась лишь базовая версия, а всем остальным полагались турбодизели послабже и помощнее. Но теперь бензиновый вариант Хайлакса обзавелся исполнением престиж. С автоматической коробкой, двухзонным климатом, 8-дюймовым тачскрином медиасистемы и комбинированной отделкой салона. Правда, несмотря на название, такой пикап трудно назвать действительно престижным. Человек, что отдаст свыше 3 миллионов рублей, наверняка удивится отсутствию бесключевого доступа, а также электроприводу только водительского кресла. Этой весной Lexus обновил бизнес-седан ЕС. Правда, снаружи распознать послереформенную версию смогут лишь истинные фанаты марки. Она отличается свежим рисунком решетки, да немного подретушированной оптикой. Цветодиодные фары вдобавок обзавелись продвинутой системой адаптивного освещения. За счет двух вращающихся зеркал лучше освещается обочина, что помогает электронике распознать пешеходов на расстоянии 56 метров вместо прежних 32. Разбирая ретушь интерьера, можно подметить, что экран медиасистемы выехал немного вперед, сместив ниже дефлектор вентиляции. А все потому, что дисплей стал сенсорным, и в прежнем положении водитель до него не дотянулся бы. Под капотом свои новшества. Двухлитровый атмосферник уступил место более современному аналогу такого же объема. Мощность осталась прежней, но максимальный крутящий момент немного подрос. Вместо шестиступенчатого автомата отныне установлен вариатор. Также некоторые доработки коснулись ходовой части. Модернизированные амортизаторы должны уменьшить раскачку, а жесткие распорки задней подвески добавить стабильности при резких перестроениях. Перекалиброванный усилитель тормозов гарантирует более прогнозируемое усилие на педали. Кстати, сама педаль обзавелась более надежным креплением и крупной накладкой. Вроде мелочи, но правильные. Для драйверского исполнения F-Sport впервые предложен специальный пакет, что включает адаптивные амортизаторы и дополнительные режимы ездовой электроники. Наконец, седан обзавелся улучшенной версией комплекса безопасности Lexus Safety System Plus. Стартовая цена на ЕС после модернизации увеличилась на скромные 60 тысяч. Но полный прайс-лиз представительства предъявят лишь через несколько недель, когда начнутся отгрузки первых тиражей новинки дилерам. Hyundai готовится презентовать любопытный минивэн Custo. Он будет компактнее родственного карнивала, а выглядеть острее и внедорожнее. Это даже скорее кроссовер, которому навесили задние сдвижные двери и заставили возить восьмерых пассажиров. Гамма моторов несколько удивляет, ведь ее сформировали полутора и двухлитровые турбочетверки. Однако главным рынком для Custo корейцы видят Китай. А там малокубатурные движки любят из-за особенностей налогообложения. Собственно, главная интрига, а появится ли кроссовер за пределами Поднебесной? Смеем предположить, что нет. Ведь выпуском новинки займется только совместное предприятие Beijing Hyundai. А значит, корейская марка не сильно рассчитывает на экспорт. А теперь обсудим старые добрые дизельные грузовики. Правда, не такие уж старые. В июне DAF презентовал свежее поколение большегрузов. А сейчас поразился, как бойко новинку раскупают перевозчики. За месяц собрано больше тысячи заказов. Для марки это рекорд. При том, что клиенты видели только презентацию новинки. А запуск производства живых машин отложен аж до октября. В чем же причина столь ажиотажного спроса? Здесь не обойтись без предыстории. В Европе случилась маленькая, но важная революция. С осени 20-го года тамошние власти внезапно разрешили почти на метр увеличить длину кабин бескапотных грузовиков. И первыми свежие правила умудрился применить именно DAF. Так у DAF-овских кабин нового поколения появился небольшой полукапот. 16-сантиметровая осминаемая зона, повышающая пассивную безопасность грузовика. Плюс носатый передок существенно улучшает аэродинамику, снижая расход топлива. Кроме того, в гамме марки появились модели XG и XG+, у которых задняя стенка кабины отодвинута на 33 сантиметра. Это позволило организовать самый просторный спальник среди всех европейцев. Вот за всем этим перевозчики и занимают очередь.